В районе Авдеевки впервые за все время войны произошел настоящий прорыв обороны в условиях позиционного тупика. По каким же причинам российской армии удалось это сделать и каковы дальнейшие перспективы. Но для начала хочу сообщить, что теперь подписчики на Бусти будут получать ранний доступ к тем видео, что выходят на Ютубе. А также они продолжают получать эксклюзивный контент. К примеру, на днях я рассказал о французских самоходных артиллерийских установках Цезарь, что стоят на вооружении украинской армии. Ссылка в описании под видео. Ну а теперь погнали! Напомню, что успешную украинскую Харьковскую наступательную операцию осенью 2022 года нельзя назвать прорывом фронта. Ведь как таковую линию фронта российская армия тогда еще даже и не думала строить. Ну а сейчас положение украинской группировки в районе Авдеевки продолжает стремительно ухудшаться с каждым днем. После стремительного занятия села Очеретина, являющегося господствующей высотой, россияне на плечах отступающего противника смогли ворваться в несколько расположенных поблизости населенных пунктов. В частности, российские военные сумели не только выбить противника из небольшого села Соловьева, но и закрепиться в нем. Российское наступление идет в направлении населенного пункта Прогресс. Параллельно с этим, севернее россияне начали движение к Новоалександровке и уже вышли к селу Архангельское. Украинцев целенаправленно лишают стратегически важных высот, что позволит в дальнейшем сбить обороняющихся в низины, где ситуация будет куда сложнее. Отход украинских подразделений на этом участке уже поставил в сложное положение гарнизоны в поселках Новокалиново и Керамик. Последний, судя по тенденции, в скором времени также перейдет под контроль российской армии, после чего Архангельское будет штурмоваться сразу с двух направлений. Этот населенный пункт имеет географическое расположение ниже, чем прилегающие территории с юга и востока, что делает поселок сложным для ведения обороны. Причем пространство к северу от Очеретина до Краматорска и Славянска является низменностью. И это важная составляющая в наступательных действиях российской армии. Украинское командование прекрасно понимало цену Очеретина, потому его поначалу обороняли опытные бойцы и командиры из 47-й отдельной механизированной бригады. Попытки контур-удара с помощью 100-й бригады, не приспособленной к штурмовым действиям, результатов не принесли. К настоящему моменту Киев бросает под Очеретина сборную солянку из абсолютно разных подразделений, пытаясь хоть как-то остановить продвижение российских войск. И в какой-то мере данная задача выполняется. Вопрос лишь, как долго? В общем и целом, украинцы демонстрируют неспособность удерживать позиции на Авдеевском участке фронта. Командование действует фактически по тому же сценарию, по которому действовало в свое время при обороне Авдеевки. А именно бросает всевозможные резервы, лихорадочно стараясь выстроить новую линию обороны. Так как самые боеспособные части изрядно сточились, в этот район была переброшена 115-я бригада территориальной обороны, что по итогу не проявило нужной стойкости, причем уже не в первый раз за два года. По этой причине украинское военное командование даже инициировало расследование обстоятельств оставления позиций в Очеретина. В целом же оборона была построена по классической схеме, когда на переданем краю стоит лишь часть подразделений, задача которых является пресечение атак противника и дать возможность артиллерии отработать через головы своей пехоты. Однако в условиях недостатка ресурсов такая тактика не работает. Разумнее всего был бы отход на более выгодные позиции. На что украинское командование вряд ли решится по политическим соображениям. Переброска резервов в Часов-Яр на фоне желания Киева не допустить взятия города к 9 мая привела к тому, что на отдельных направлениях практически не осталось боеспособных частей. Каковы же могут быть основные причины того, что украинцы больше не могут так крепко держать фронт, как раньше? На фронте украинские формирования сталкиваются с целым рядом проблем. Самая острая из них — это дефицит боеприпасов. Но данная проблема вполне решаема, и, вероятно, ситуация с помощью Соединенных Штатов исправится уже в этом году. Есть и еще одна проблема. Приходящие в бригады и воюющие на фронте пополнения укомплектованы необученными и немотивированными вчерашними гражданскими. К тому же про проблемы украинской армии с личным составом замалчивалось долгое время. Это привело к ситуации, когда подразделения на передовой практически не имеют личного состава, но по спискам они вполне боеспособны. Глобальной проблемой, которая уже вряд ли исправится, является то, что последнее слово в планировании и осуществлении сугубо военных операций зачастую оставляет за собой политическое руководство. Особо ярко это проявляется в совершенно безумном, с чисто военной точки зрения, стремлении по удержанию любой ценой тех или иных населенных пунктов, давно утративших свое стратегическое значение. Киев очень боится непростых решений, дабы ни в коем случае не утратить свой престиж прежде всего перед американцами. Критической ошибкой является и тотальная мобилизация сразу же сотни тысяч человек. И дело тут не только в низкой мотивации такого контингента. Такую массу людей Украина просто не способна качественно обучить военному делу, а также создать достойные условия проживания. Как итог, качество пехоты на фронте неумолимо падает. Критическая зависимость Украины от помощи стран НАТО вынуждает командование жить одним днем. Постоянная неопределенность с военной помощью не позволяет выстроить долгосрочные стратегические планы. Любой оптимистичный взгляд игнорирует реальность. Никакой пакет помощи не сможет устранить огромный разрыв между производством вооружения в России и производством в странах НАТО. Ну и обязательно стоит отметить, что кроме всего прочего, российская армия сейчас действует уверенно, опираясь не только на превосходство в вооружениях, но и на более результативную тактику. Также, например, штурм Бердычей ознаменовался испытанием перспективной российской наземной роботизированной платформы, вооруженной гранатометами АГС-17. Облик войны будущего все больше и больше начинает формироваться на украинских фронтах. По итогу стоит признать, что прорыв обороны в районе Авдеевки не является стратегической ошибкой Киева. Не всякий тактический успех является частью стратегической операции, но каждый выигранный бой важен для исхода всей войны. Тенденции сейчас крайне негативные для украинской армии, однако до обрушения фронта еще далеко. Украина еще вполне способна продолжать воевать с Россией, однако при этом желаемая киевским руководством победа может в итоге оказаться недостижимой. К тому же у украинцев отсутствует общее видение, что означает победа и какие именно шаги и ресурсы потребуются для достижения этой цели. При этом выход армии Украины на границе 1991 года является нереалистичным, по крайней мере в ближайшей и среднесрочной перспективе. Сейчас для Киева важно любой ценой выиграть время, дабы выпросить как можно больше военной помощи у своих союзников. Ну а пока же попытки латать дыры в обороне приводят к прорывам в других местах. Это еще не достигло критической отметки, но уже стремится к ней. Ну а мне, как всегда, будет крайне интересно узнать твое мнение в комментариях под видео на данную тему. Не забудь при желании поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти. Бонусом ты получишь эксклюзивные видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен и про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!